Я не монстр и никто не будет. Я заведующий, который хочет, чтобы всегда был порядок. В фойе детского садика номер 147 сегодня очень шумно. Родители ребят из подготовительной группы собраться вместе заставила неприятная новость. С 1 декабря дети останутся без воспитателя. Мы в этом году выпускная группа подготовительная. На данный момент у нас остался один воспитатель, который уже написал заявление об увольнении. То есть нас выпускать некуда. Мы каким-то конкурсом постоянно готовимся. У меня ребенок даже букв не знает, причем не только мой. Мы ее и просили, но она говорит, что я не могу. Я нашла себе другое место. Но опять же, это уже все-таки отговорки. Как говорят мамы, еще два года назад в садике работали 16 педагогов. Сейчас только шесть по одному на каждую группу. Хотя по всем нормативам с графиком работы садика в 10,5 часов работы должны вдвоем. Этим летом заявление по собственному желанию написали четыре воспитателя. Одна из них – Гузель Соберзианова. Стаж работы – 28 лет. Ушла, хотя до пенсии оставалось всего два года. Вот как дети маленькие ведут детей за ручку, не хочу в детский сад, так мы воспитатели точно так же идем на работу. Мы прямо идем со слезами. Не хотим идти на работу и все. Создались такие невозможные какие-то условия. Не знаю, что с нас требуют, не знаю, что с нас хотят. За ночь мы должны не знать, что придумать, не знать, что выдумать. Утром преподнести, все показать. Как будто это такая вот какая-то проблема. Сегодня у нас все на рабочих местах. Идет образовательный воспитательный процесс. Никаких проблем я не вижу здесь, как руководитель. Всему виной сложные отношения педагогов с нынешней заведующей настаивают родители. Именно с ее назначением и началась текучка кадров. Все, кто уволился, теперь работают в соседнем Осинова. Вы, конечно, извините очень, но мы настаиваем, чтобы вы покинули наш детский сад. Объявим импичмент заведующей, родители надеются, что после ее ухода с работы в сад вернутся прежние воспитатели. Родители воспитанников детского сада номер 147 завтра планируют написать письмо на имя президента республики Рустама Миниханова с просьбой уволить заведующего детским садом, подкрепить его еще и своими подписями. Елена Горбунчикова, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир. 25 лет в эфире. С вами и для вас.